Так, так, так. Здорово, ребятки. Как поживаете? Как насчёт подрубочки? Я сразу зайду в пое, потому что нам сейчас спекаться, и мне нужно 70-й, 72-й апнуть. Короче, у меня очень пушистые волосы. У меня даже средства есть типа антипушистости и всё такое. Они прям так называются, антипушистость, по-моему, или стоп-пушистость, что-то в таком духе. Блин, вот я псих, я персово... А-а-а-а! Я персово к ведуке оставил. Я больной, я больной. Короче, смотрите, как называется. Стоп-пушистость. Но даже это не может нас остановить от прокачки тотемщика сегодня. Я решил сначала попробовать хп, ману и бонусом энергощит. И я должен это попробовать, потому что это единственный сетап, в котором это можно нормально сделать. Практически один из немногих. И там, в зависимости от того, как это получится, может быть, спекнусь в лолайф. Такой план. Я, кстати, проверил. Вы мне вчера дизинфу кинули. Перегрузка работает с тотемами. Точно так же. Чат, зачем вы это сделали? Зачем вы меня обманули? Так, чат. Начинаем. Сначала раздеваем деда до трусов. Это первое. Первое, что надо сделать в пое. После актов раздеть деда. Короче, по сути, что в дереве меняется? Я не беру резерв, и я беру самые жирные ноды на хп. И все. Все остальное то же самое. Сначала надо дерево перекинуть. Сначала надо кластер, кстати, вот это сделать. Нам нужен тотем, медиум, кластер на 4 пассивки. Кстати, знаете, что нам еще надо? Нам нужно поставить на поиск forbidden flashing. Нам подходит ritual of awakening. Затем sanctuary of thought. И есть еще вариант conviction of power. Вот такая вот у меня идейка. Если мы сможем что-то из этого собрать. Один на продаже стоит 20 диванов. А что вы хотели, чат? Но надежда всегда есть. Так, кластер. Так, нас интересует стата, которая дает анслот. И та, которая замедляет мобов вокруг. Можно еще, кстати, arcane surge. Нам нужно поймать вот эти две статы. Какой у них вес? 68 левел, 50 левел. Словить две эти статы через хаос орбы 688 хаосов. Через ригалы, кстати, дешевле. Всего лишь 900 альтов. 1700! Чего? Оооо, 12 тысяч хаосов. Чего? Так, понятно. Не фозилами мы крафтим. Вот это подойдет. Что мы можем сделать через харвест? По сути, ничего. Я думаю, мы так сделаем, чат. Просто, короче, крутим альтами, ловим пассивку на анслот, а вторая как повезет. Для начала этого достаточно будет. Начинается. Чат. Начинаем марафон. Проще купить 5 часов подряд. Но вообще я проверю. Мало ли. Мало ли. Нет. Не проще. Давай. Соверши чудо сходу. Буду ли я ригалить, когда прокает снейринг спирит, который... Я думаю, что нет. Потому что он гораздо более часто прокает. Я думаю, что я ригалю только в обратной последовательности. Теперь мы кидаем ригал, и нам прокает еще один префикс с хорошей пассивкой. Крутим дальше. Мне нужна хотя бы какая-нибудь вторая пассивка. Если не та перфектная, то хоть какая-нибудь хорошая. О. Есть. Мимо. Дальше. Окей. Гоу. Третья попытка. Там даже еще инта прокнуло. Ancestral Echo. Вообще, я не знаю. Это не очень пассивка. Но здесь даже плюс 5 инты. Не, я бы переролил чат. Пассивка стрёмная. Там есть намного лучше. Так. Мимо. Снова мимо. Видите, сколько у нас тут еще слотов? Как бы вариант потратить всю валюту прямо здесь не рассматривается. Поэтому нужна удачка. Так, есть. Давай. Фак. Мимо снова. Так. Давай. Фак. Мимо. О. Быстро прокнуло. Так, ты заголовок прочитай. Не, опять мимо. Надо ригал и купить. Давай. Мимо. Так. Давайте вот это заригалим тоже. А такое кто-то купит. Ancestral Preservation тоже редкая пассивка. Но кто вообще собирает выживаемость тотемов? В кластерах. Не. Я сам себя убедил, что это того не стоит. Так. Так. Плис. Плис, прокни. Опять эхо. Ладно, я продаю это эхо. Частично отбиваем крафт, получается. А тут даже нет болванок дешевых. Продажа как бы не особо имеет смысла, потому что 20си болванка. Не, ну можно айтем левел повыше, на самом деле не критично. Лад и чат. Продолжаем. Так. 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 Спидраним бомжа. Нормально. Оставляем. Это хорошая пассивка. Она, кстати, вторая по качеству после той, которую я хотел словить. Вообще бодро. Теперь давайте грудину. Нам нужен шестилинг, разумеется. 87. Это что такое? Это что вообще? Это процент базы на шмотках. Чем выше процент, тем лучше базовые статы. Реально такое существует теперь? А как это перероливать вообще? Оно отображается на самой шмотке как-то? Перерол сакрит арбом. Вот этим. Это только на броне такое? Почему я первый раз про это слышу? На шмотках на броню тоже такое есть? 30си. А можно ли ее закинуть после того, как ты заролил саму шмотку и просто переролить базу, не сбивая статы на шмотке? И что там? То есть там типа как блесс орб кидаешь и абсолютный рандом, да? От 1 до 100 может прокнуть в пределах. Ну, если это так работает, лучше ту взять, да? Согласен. Давайте тогда 92% вот это возьмем. 5 минут. Давайте пока другой кусок. Гоу перчи посмотрим. Знаете в чем найс этого спека? Вряд ли кому-то вообще есть дело до маны в шмотках вместе с хп. Поэтому мы по идее можем это довольно дешево ухватить. Нас интересует как можно больше маны и инта. У-у-у. Только мана здесь низкая, т6. Блин, если бы мана была повыше, а если чуть-чуть поменьше инты и поменьше хп, а маны побольше. Не, вот это мне не нравится. Вообще глобально можно без хп, хп можно докрафтить. Можно забить на хп. Вот это гарант проки. И вот так смотреть. Блин, здесь все префиксы забиты. Но если кинуть ануль, выпилить физу, например. Если вот здесь занулить гибрид или физу, это будут очень найс перчи. 5 хаосов. Как насчет кинуть ануль за 20 хаосов в перче за 5 хаосов? Звучит как план, не? Звучит как хк активности. Так, ладно, мы от грудины отвлеклись. Давайте с грудиной сначала разберемся. Знаете, как мы разберемся с грудиной? Мы на ней зароним 30%. За 2 перфекта. Смотрите, показываю. Ну ладно, за 3 час еще купишь. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Ладно, давай еще 2. А, смешнявка. Сливаем валютку. Рафлянка. Давай еще 2. Давай я прям в твоем хайдауте покрафчу, короче. Подготовь еще. Сука, она хочет, чтобы я 26 оставил. Еще один есть. Ах ты тварина. Нет, я не оставлю 26. Иди в анус. Минимум 28. Блин. Ненавижу просто роллы перфектами. Это такой слив валюты. Не, ну крафтить энергощит грудину, в которой меньше 28 квалити, но это за шквар. Понимаете? Спасибо. Я не остановлюсь. Пиздец. Меня модератор подслушал, что я хочу 28 или что? Бесит. Кстати, можно же через шифт это теперь делать. Че я по старинке. Все, нету больше. Че-то мне не нравится начало сегодняшнего спека. Че-то не везет. Просто пипец. Так, последние 2. Я еще даже крафтить не начал. Проков выше 27 не существует. Новый хотфикс только что ввели. Он даже тридцатку не прокнул. Все это было ради 2%. Ну ладно, я хоть 28 словил. 28% за диван. Так, че ролим грудину? Вообще я хочу сначала вот эти вот 3 куска взять. А хотя, не, подождите, от роллов грудины зависит, как мы остальные куски будем. Да, давайте грудину. Короче, нам надо макс ману, процент энергосчета, флоту энергосчета. Если будет свободный префикс, можно в принципе конверт. И в суффиксе нам надо инту. 2000 хаосов, но это если все ловить. Но мы можем на инту забить. Глобально инту мы можем докрафтить. 350 хаосов. Это если хаосами. А если фозилами? Лучше всего денсы плюс луценты. 500 хаосов. 44 попытки. А если в харвесте? Один дефенсес будет стоить сколько? 2 хаоса. 2 си. С сущностями, кстати. Подождите. Может реально эссенциями? Эссенции на ману в грудину есть какие-нибудь? Есть мизери. Это вариант. Сколько т6 такие стоят? Даже по одному хаосу есть. Нифига, они меньше хаоса стоят. Да, давайте эссенциями. Да, вот такое вот, только роллы повыше надо. Вот прям, вот прям вот это, только повыше роллы, плиз. Может а нуль кинуть? Если я выпилю хп, я смогу докрафтить флоту. Это будет неплохо. Хаос рез, в принципе, пофиг. Давай. Шанс 1 к 6, сделать хорошую грудину. Так, еще раз. Теперь 1 к 5. Окей, крутим дальше. Давайте крутить. Ммм, подождите-ка. 532. 532 и Т2 мана. Но инты нет. Может еще экзик сюда? Не, я думаю нормально на самом деле. Если инта сломанется, это будет дрим, конечно. Но любой рез тоже сойдет. Инта и дрез. Нормально, нормально. Сойдет, оставляем для начала. Пипец, у меня уже 1400 энергосчета с одного куска. Так, давайте next. Что теперь? Что там с перчами? Перчи появились. Хорошие. Четчат, будем анулить вот эти перчатки? Вот эти. А если я закидываю имплисит, и они перероливают вот этот имплисит? Через ихоры. Да. Ммм, тогда этот имплисит не учитывается. Может самому закрафтить? Потому что я что-то здесь не вижу, ничего прям хорошего. О, новые появились. Погодите-ка. 7 минут назад. Т1 энта, т1 хп, т6 мана, fire, light. Это единственное, что есть. Может хорошую базу взять и попробовать самостоятельно что-то прокнуть? О, есть т1. Т1 энта, fracture. Это найс. Но база, конечно, такое себе. Я не хочу брать вот эту ману, потому что мы можем даже эссенцией больше словить. Я хочу инту взять. Значит, надо выбирать, что тут по инте есть. Но с энтой тут все болванки помойные. То есть... А, вот, кстати, 40... О! О! Блин, 47С. Т3 мало, но 10 инты не критично на самом деле. Сейчас я ему предложу цену, от которой он не сможет отказаться. Чат, попробуйте купить кто-нибудь у него. Купите, продайте мне. No discount, он говорит. Just suck it up, он мне говорит. Сука. Я просто даже не уверен, что я хочу эту болванку. Вот в чем прикол. Я бы отдал за нее полдивана, но... Ну, наверное, это лучшая, какая есть на продаже. Что делать? Давайте возьмем. Что, закинем парочку перфектов? Ну так, мы не будем просто любой плюсовый процент оставляем. Прокнет 21, я 21 оставляю. Любой выше 20. Давай. Сделай, ну так... По православному 26. Ну, 25. Нормально, нормально оставляем. Теперь эссенции поперли. Так, та же схема. Мана, процент, щита, флота, щита, инта. Что нас интересует? Ну, инта у нас как бы уже есть, соответственно, мы только энергощит ловим. Т6. Нет, Т6 мы скипаем. Т5. Все равно скипаем. Т1, но гибрид. Блин, вообще неплохо. Я могу здесь закинуть флоту. Что думаете? Могу закинуть флоту и могу закинуть экс. Может быть еще один рез прокнет. Или процент. По-моему, возможно, процент больше даст, да? Стопая. Да, я думаю, мы это оставим. Нормас. И надо сюда экзюль заслэмить. Прокни мне рез. Любой рез. С хорошим тиром. Ричарж щита. Мне надо будет взять пассивку, которая позволяет ричаржу не прерываться. Вот эту. Самое сложное будет щит, потому что в нем плюс один тотем надо словить. Гоу шлем. В шлеме нас интересует все то же самое, что и в перчах, по сути. Не, я беру вот этот он. Найс. Миша Мао. Ой, он мне не продаст. Он меня ненавидит. О, не. Смотрите, кинул инвайт. Нормально. Плюс шлем. Уф. Два каеса. Пипец. Чат. Я еще даже пассивки в дереве не раскидал. Вы понимаете, что происходит? У нас уже почти 7 каеха пэ. Хаос реза очень мало, да. Хаос рез надо будет ловить. В остальных кусках. Вообще, на самом деле, давайте дерево сначала перекинем. Плюс он слотик. Сколько нас еще? 22 поинта. Так, давайте мелкий кластер забацаем. Короче, в идеале вот эту. У нее шанс прока 0.18%. 300 альтов примерно. Так, берем болваночку тогда. А если фозилами? 46 денсов. Короче, альтами выгоднее всего. С одной стороны я получаю дополнительно 5 маны в энергощит. 5%, да? То есть на 25. Но с другой стороны, с этой пассивы я просто дохерища маны получаю. Давайте попробуем с ней. И я когда соберу перса, закину в поп другой вариант. И посмотрим, насколько там разница. Как будто бы надо большой кластер ролить. Потому что я, в принципе, все взял. То, что здесь. По-моему, я какой-то один нот пропустил. А, вот этот на блок. Нам нужно вот эти две. И плюс какая-нибудь еще. 50-ый левел. Ну, че, надо вот эту брать. Блин, две. Хренеть. Обе прокнули. Как будто бы... Хочется оставить. Я пока оставлю это, короче, сейчас. Подождите. И сюда можно еще один мелкий или средний. У меня 6 поинтов есть. Я могу, кстати, как раз еще один средний, один мелкий сделать. 1700 альтов. 1300 алхимок. А если фозилами... Блин, че так дорого? Тогда, короче, ловим Liquid Inspiration и все. Ну, а там остальное как прокнет. Вот так вот. Я вот думаю, на самом деле... А эти поинты стоят того? 4 поинта? По-моему, они даже не стоят. Как будто бы просто мелкую еще одну заролить и все. На данный момент лучшая стратегия из портала. Слушайте, а это не лучше? 30 флат маны, 5 пенетры. По-моему, это лучше. Я оставлю этот. Ладно, давайте ботинки посмотрим. Ух ты. Воу. Воу. Беру. Даже сбавлять цену не буду. В бижи точно нужен хаос рез. 100%. Очень неплохое. Свободный префикс есть. Хаос рез есть. Мана есть. Инта есть. А почему я его не беру до сих пор? Я его уже должен брать. Вот здесь есть инта. Ооо, и тут куча хаос реза. А он за Дивайна даст? Ну, не сказать, что это Dream кольцо, но хаос реза много. Подождите, а может быть я просто ёбну амулет чаюлы? И всё? И мунг стану. Много хаос реза. Нам нужен мунг стану. Решаем сразу две проблемы и получаем ещё сверху энергощита. Ну, теряем макс хпшки немного, но это не особо критично. Хпшка здесь по сути... Не знаю, я постепенно по мере того, как я это спекаю, я начинаю думать, что надо делать лоу лайф, потому что хп мало. Типа у нас 5000 маны. С другой стороны, если я не оставлю хп, тогда я не смогу мом использовать. На хк не там или этого, или я что-то не то ищу. Да там можно его чаюла япнуть. Блэс чаюла это точно будет. Точно будет, да? А, нет. Блядь. Даже блэс чаюлы никто не продаёт. Почему? Может быть за дивайн? О, за дивайн есть. А, не, они оффлайн. Забейте, короче. Чат, мы на SSF. Ну, то есть, амулет чаюлы сейчас не вариант получается. Надо что-то другое придумывать. Полтора дивана. С плохими роллами. А он не карабченный? А-а-а. Как его получили? Я не хочу полтора дивана за это отдавать. Ну, может придётся. Так, ну получается, амулет чаюла я не ставлю. Видимо, я возьму этот джувел. Чтобы решить проблему, значит, мы можем остальную бижу брать. Так, давайте амулет сначала посмотрим. Не уверен насчёт этого кольца. Что у нас в амулете? В амулете нам нужно плюс один к лайтскилам, кстати. Оу. Это уже немножечко сложнее. Так, амулет мы походу крафтим, потому что тут специфическое. Давайте тогда пояс. Это что, под меня пояса, что ли, оставили? Чат, это вы оставили? Дэээм. Тридцать пять фласк манер. Ой, я беру. Ой, как же я беру. Смотрим резы. Остаётся ещё хаос реза и немножко лайта во втором кольце. О, тут, кстати, лайт дамаг есть. Лайт рез есть, хаос рез есть, мана есть. Ой, да тут всё есть. Тут прям всё. Но только сорок си как-то дорого. Всё, теперь крафт. Смотрим. Смотрим, чё тут есть. Вот это неплохо. Ну вот это бодрая база. Чё, может это взять? 76 левел. 100С. Ну я сэкономлю, конечно, на крафте. Чё мне здесь, по сути? Я смогу эссенции кидать на макс ману, если они в пушку работают, конечно. А, не, в пушку не работают. На что я смогу эссенции кидать? Вот, вои можно, да. Поспамить гарантированный спелл дамага и всё, что мне нужно будет, это словить ману. Блин, это будет изи крафт на самом деле. Пофиг, я беру, короче. 100С. И вот тоже люди ещё, например, такие, они себе в голову вбивают, что лучший крафт это вот этот крафт. И нужно крафтить только так. Но прикол в том, что лучшие крафты меняются в зависимости от цены. И, например, вот эссенции сейчас дешёвые, соответственно, они становятся выгоднее. Потом, например, я все эссенции потрачу на рынке, или они подорожают, становится крафт, там, харвеста выгоднее и так далее. Нужно как бы быть... Будь гибкий, как вода, мой друг. Если вода заливается в чашку, она становится чашкой. Короче, ману, ловим инту. О, подождите, а вот она. Ловили. Ничего себе, я инта прокнула, но инта низкая, правда. Но если это оставлять, нужно, конечно, а нуль закинуть. Блин, мне не нравится, если честно. Можно даже докрафтить больше инты на станке. Я зажрался или чё? Или это реально не очень? По-моему, не очень. Да, Т2. Это практически максимальный. По-моему, я выпендриваюсь и нужно оставлять. Типа, я предтоповый прок словил, я всё равно выпендриваюсь. Если я кину а нуль, выпилиться каспит или колд, я оставляю. Пока она не может опомниться, кидаю сразу. Хоба. Ни хрена себе, я выпилил худшее свойство. Воу. Есть у кого дабл дамаг в крафте? А хотя подождите, нет, вдруг мне рез ещё какой-то понадобится. Так, давайте щит теперь, пожалуй. О, щит будет сложно, там плюс один тотем надо словить. 50 Си. Ну ладно, раз уж крафтить, не примену воспользоваться возможностью немножечко снизить. Так, пора полтора дивана слить на перфекты ещё разок. Если вы соскучились по данному контенту, у вас есть возможность прочувствовать его снова. Я остановлюсь на 26, я думаю. 26 плюс. Это означает, что сейчас будет прокать всё до 25. Как там Сигма делает? Я не умею. Алхимками нормально. 40 алхимок нормально. Фозилами нормально. Дэнси плюс Пристины. Дэнси плюс Пристины. Почему? Почему Пристины? Ну почему Дэнси я понимаю? А, он выпиливает всё хп. Вообще это в среднем будет дороже, чем... Не, надо просто алхимками на самом деле, без приколов. Я думаю алхимками самый норм вариант. Либо, либо. Можно Воя, они дешёвые. И там будет гарант энергощит. Давайте попробуем алхимками немного, посмотрим вообще, как оно прокает. Потому что есть ощущение, что должно быть хорошо. В щите очень много годных свойств, которые есть. И там как бы даже не критично какое-то конкретное. Ну давай, плюс 1, чё. Если прокнет плюс 1 тотем и плюс 1 лайтскил вместе с ним, я сниму штаны как дед. Отстримлю весь оставшийся стрим без штанов. О, есть. Только чё-то всё остальное, как бы, понос. Кроме плюс 1 тотема здесь вообще ничего нет. Нет, такое нельзя оставлять, чё-то это ужасно. Это очень плохо. Пошли биндинги купим. Самое простое, чё здесь можно сделать? Просто найти новый прок. Ну, вот это уже что-то. Но... Всё равно очень слабо. Уже лучше, но... Не, не. Крутим дальше. Блин, я хз-чат. Ну мы можем ману сюда закрафтить. Прокает часто. Но здесь есть хотя бы энергощит. Мы можем... В целом тоже говно. Нет, давайте дальше крутить. Блин, это т2 резерв. Мне как будто бы на лоу-лайф намекают. Ну, такое я не перероливаю точно. Нет, это я оставлю. Короче, и если решу лоу-лайф спекать, он пригодится. Пока мы с ним побегаем. Закину ману сюда. Так, амулет нам нужно попробовать фракчурный. Берём, короче, ману. Прокнет плюс 1, хорошо. Не прокнет, похер. Для начала сойдёт. Чё там в среднем 200 алхимок. Металликами за 30 попыток. Получается, металликами надо крутить. А какие есть эссенции? Есть какие-то со статуей, что мне нужна? Убижу. Что лучше, 3,5 хаоса с фозилов или 1,5 хаоса с харвиста? Можно немножко крутануть харвистом, посмотреть вообще. Давайте... Не знаю, 20 попыток чпокнем. Ну, ничего вообще не прокнуло. Теперь давайте фозилами попробуем. Сколько у нас тут? 17 попыток. Колд! Какой колд? Почему колд? Просто колд с металликов. Лол. Серьёзно? Че-кайте. Он уже должен был прокнуть в среднем. Но, видимо, надо ещё немного подавить. Это всё из-за отсутствия чекина, так? Я чуть не убился. У него стояло разрешение всем входить в локацию. Там просто пожиратель рядом стоял. По-моему, это была попытка ПК, я не знаю. Обычно у всех оно выключено, и ты не прыгаешь к ним на мапку. Надо аккуратней, короче. Уже в среднем должно было прокнуть. Блин, он не прокает. Последние 5 металликов, если не прокают, я кручу харвистом. Пошли харвистом крутить. Чё, анулим? Всего-то шанс заруинить там очень мал. Очень мал. Практически его нет. Шанса заруинить, можно сказать, нет. А значит, надо анулить. Мы можем заруинить здесь только с 20% шансом. Значит, мы не заруиним. 20%. Блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Как? Так, что угодно я мог выпилить. Любую стату. Любую. Кроме этой. У нас ещё много жижи есть. Крутим дальше, чат. А чё делать? Я немножко близок к тильту. А, вот оно. Ой, а с каким говном прокнуло, кстати. Чё, пора кидать ануль? Мне кажется, я сюда просто хаосрез закидываю и оставляю. Короче, бомжатский вариант. Вот такой вот. Хоба. Хоба. 38 хаосреза. Можно взять асайлум, ещё 30 хаосреза словить и будет почти кап. Так вот, бам-бам-бам. О, вот эту надо брать. 10 урона восстанавливается в виде маны. Мне нужен... Походу мне надо хаосрез в пушку закрафтить, потому что надо кап хаосреза иметь. Иначе бобо. Я хотел дабл дамаг, но, видимо, пока что надо вот так вот. Во, всё в капе. Мы сейчас делаем не критовую версию, а мне осталось только джуваль поставить на антистан. Начинаем там с какой-нибудь Т2 и... Сейчас я несколько мапок пробегу. Мне надо уровень вкачать, чтобы джувал поставить. И потом в лабу пойдём. Кстати, учитывайте, что у меня камни первого уровня многие сейчас. Качаемся. Ну, тут и вот этот, в принципе, ничего. Вот если он за диван согласится, но это, конечно, будет очень рисково. Он согласен. Он за... Чат. Во, теперь у нас, по идее, по станчику-то нормально будет. Нормально так. О, привет. О, это та самая. Быстро. Это нам надо. Это мы берём. Посмотрите, что они с боссами делают. Охренеть. У него реально есть лаки дэмэдж. Короче, лаки дэмэдж, это когда у тебя... Если вот посмотреть на любой лайтскил, у него огромный разлёт, да? 600-11 тысяч. Сколько нанесётся урона, ролится один раз. Например, рандомно ролится и получается, например, 5 тысяч. Лаки, это когда ролится два раза и выбирается лучший ролл. То есть, кубик на каждый урон бросается два раза. В итоге, по сути, в среднем урон умножается на 2. Из вот этого разлёта. Блин, нам нужно этого спектра подрубить. Это будет дичь. Смотрите, он с дикоем сражается. Ему на меня насрать. Блин, это прикольно. Смотри. Он вообще на меня внимания не обращает. Плюс лаба. О, щит. Чё, мультипликатор или линдюрки берём? Я думаю, мультипликатор. Плюс урон. Ищем тотемную внешку. Это просто какой-то антихрист с небес. Ну всё, пора жабку врубать, получается. Завтра мы уже начинаем переходить на серьёзных боссов и всё такое. Короче, выходим на красные. Там отжираемся, апгрейдимся. Может быть, уже каких-то боссов начнём валить. Интересно будет. Приходите, чтобы смотреть за восхождением данного персонажа. На чистере. Спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. Всё, чат, пока.